Продолжаем выпуск. Сегодня в Красноярске публично обсудили проект главного финансового документа города. Политикам, экономистам и общественникам представили предполагаемые параметры бюджета и рассказали, на что в первую очередь направят расходы городской казны в ближайшие три года. Наш корреспондент Елена Иваницкая присутствовала на обсуждениях и услышала все предложения красноярцев по бюджету. Подробности далее. Проект городского бюджета на 2014 и плановый период 2015-2016 годов сегодня обсудили на публичных слушаниях. Процедура это обязательная. На ней представители общественности знакомятся с главным финансовым документом города, вносят свои пожелания и предложения. И только после этого проект бюджета может быть внесен на рассмотрение сессии горсовета. В малом зале городской администрации собрались активисты общественных движений, бизнесмены, городские и краевые парламентарии. Пришедшим зачитывают предполагаемые параметры бюджета. Собственные доходы города составят 28 миллиардов рублей. Расходов на 100 миллионов больше. Проект бюджета уже проработан на профильных депутатских комиссиях. Теперь очередь публичных слушаний. И конечно мы хотели бы, чтобы люди, которые придут на публичные слушания, высказались относительно того, какие расходы они считают очень важными с их точки зрения, насколько их устраивают объекты, которые находятся в бюджете в этом смысле. Рекомендации от участников слушаний поступают одна за одной. Предлагают плотнее заняться развитием общественного транспорта в Красноярске и созданием условий инвестиционной привлекательности города. Пожелание от депутата Алексея Клешко сохранить городскую программу льготного приобретения жилья для работников здравоохранения даже после того, как медучреждения Красноярска перейдут в подчинение края. Я напомню, что в свое время в аналогичной ситуации край, несмотря на то, что, например, пожарные, входя в МЧС, перешли на федеральный уровень, мы сохранили для них участие в наших краевых программах, понимая, что они тушат пожары здесь у нас в крае. Значимые рекомендации тут же фиксируют в резолюции. С их учетом проект главного финансового документа города скорректируют. Именно поэтому обсуждение бюджета с общественностью необходимо, убеждены участники слушаний. Известный предприниматель Андрей Карпов ходит на них уже третий год. В этот раз подготовил и свое предложение по бюджету – привлекать в город больше экономически эффективных проектов. Доля сегодня между промышленностью и сферой услуги, она деформировалась крайне. То есть мы сегодня пытаемся претендовать на некое Монте-Карло, но мы не Монте-Карло, у нас погода не та, у нас, соответственно, есть другие преимущества. Мы должны использовать свои преимущества – это доступные энергетические ресурсы, доступные природные ресурсы. В целом участники слушаний подчеркивают, бюджет хоть и дефицитный, но качественный и социально направленный. Основные статьи расходов связаны со строительством и реконструкцией школ, созданием мест в детских садах, возведением развязок и ремонтом дорог, улучшением жилищных условий горожан. При всем этом в предлагаемом бюджете даже предусмотрен резерв. Мы впервые за последние годы приняли решение о том, что бюджет будет внесен без максимального дефицита. То есть у нас остается резерв в виде возможных заимствований в случае, если что-то, как говорится, пойдет не так в экономике, в городской экономике. Поэтому я рассчитываю, что этот бюджет гарантирован. И наши задачи, и те задачи, которые были провозглашены, все эти задачи будут решены. Однако оптимистичный настрой не дает повода деньги транжирить. Расход каждой бюджетной копейки должен тщательно отслеживаться. Для этого в городе запущен портал общественного контроля. К примеру, остановочные пункты или дороги, дворовые проезды, ремонты. Если, к примеру, в этом году гарантийные обязательства подрядчики все установили определенный срок, там 4-5 лет на капремонт, то жители могут посмотреть через год, если у них дорога там развалилась во дворе, то они могут напрямую сообщать это нам, мы будем сообщать это администрации. Впрочем, прежде чем деньги потратить, бюджет нужно утвердить на сессии горсовета. Планируется, что суда он будет внесен уже 16 декабря. Елена Иваницкая, Александр Ермошенко, Новости. Субтитры подогнал «Симон»